Тут уже как пойдет. Ты фейс-контроль не проходишь, извините. Судите сами, как жжет. А больше минусов, к сожалению. Стенки, да сколько можно? О, Марина, что это такое? Спасибо, что не заказали. Марина, когда нам уже всем заплатят денег? Опять мы что ли мимо? То, первое того, и тапки. А, лето уже лезет без очереди. Друзья, всех рада видеть на своем YouTube-канале. С вами я, Марина Сой. И, конечно же, кофеек или чаек. И просто будьте как дома. И в сегодняшнем видео у нас не только весна уже стучится на пороге, а лето уже лезет без очереди. А все потому, что Vivienne Sabo нас уже порадовали новой коллекцией, которая называется Лимон Цитрон. Для меня это чисто летний вайб. Это, знаете, такие освежающие лимонные коктейли. Лето, солнце, загар, яркие акценты. Все, что связано с летним вайбом. Самые внимательные заметили, что тут не только новая коллекция, но и последние новинки Vivienne Sabo. Да, по вашей наводке в моем телеграм-канале, которыми вы делитесь в комментариях, пишите Марина. Тук-тук-тук. Там вышла уже на Валберис какая-то новинка. Что это такое, надо узнать. Новый тон от Vivienne Sabo, который называется Cover Tour. Cover Tour уже появился в золотом яблоке. Ну и думаю, что скоро появится абсолютно везде на полочках. Тон мы обязательно с вами обсудим. Здесь еще и есть последние новинки в виде плампера для губ. А вот спойлерами я уже с вами поделилась в моем телеграм-канале. Там я скинула вам находку. Просто, просто сок из этой коллекции. То первой того и тапки, как говорится. Кто подписан на мой телеграм-канал, вот-вот-вот, пожалуйста. Буду всем очень рада. Так как это супер новая коллекция, я некоторые позиции, ну вот, чуточку успела пощупать, протестировать. А остальные позиции мы сегодня будем с вами обозревать. Ну и, собственно, поймем, что тут нового, а что нам надо, что не надо. Начнем мы сразу с макияжа лица. Но прежде чем мы будем тонироваться, я хочу проскорбировать губы. В лимитированной коллекции лимон-цитрон нас тут встречает скраб для губ. Но по-любому это что-то наподобие... Помните, да, такой мармелад в сахаре, лимонные дольки? Вот что-то вот такого плана должно быть. А вот в эту баночку я еще не ползала. Пахнет больше лимонными конфетами. Не химозно, терпимо. Давайте пробовать. Ну, не имею в виду на вкус, а на губы. Сахар с лимоном. Наливаем кофеек и чаек. Сляденько. Но это лучше делать до тона, потому что тут выходит явно это все за контур, чтобы спокойно так увлажнить, проскрабировать. Питательная основа, она ощущается на губах. Для меня такие скрабы для губ, это как больше для баловства, что ли. Чуть-чуть жжет. Указано, что нужно помассировать и оставить на 5 минут. Указано, что использовать 2 раза в неделю. Но это, знаете, тоже, если часто скрабировать, это же микротрещинки могут появиться на губах. Я вообще грешу. Частенько обкусываю нижнюю губу. Она у меня только заживет. Я такая, так, где сушенка? Я тебя найду. Это все нервишки. Плюс какие скрабы. Нехимозно. Мне уже попало все это в рот, естественно, случайно. Коллекцию я все заказывала на Вауберис. Но сейчас, естественно, можно найти на других маркетплейсах. Вот только вот буквально ночью появилась эта коллекция в золотом яблоке. Но не вся. Вот, например, некоторые позиции еще не появились. Если так окинуть взглядом всю коллекцию, она недорогая. Но скраб, вот тут по сравнению с другими позициями, 429 рублей. Убираю излишки. Чувствуется, что немножко кровушка прилила к губам. По поводу увлажнения, ну, это, знаете, такое мимолетное. Текстура губ стала поровнее. Если вы хотите, да, мгновенный эффект, убрать какие-то нюансы, шелушения с губой, если вам хочется губы вот сейчас в сей секунду сделать красивыми, ровными, то да, можете присмотреться к этому скрабу. Это уже на любителя. Вот я считаю, что такие вещи, это вкусовщина. Но, как мы знаем, на всю лимитированную коллекцию впоследствии идет потом скидка. Это сейчас она стоит там по максималке. Хотя палетка, ну, сколько там? 600 рублей. Я считаю, что это нормально. Спасибо, что не закасали. Поэтому этот скраб, я думаю, можно потом будет уловить за 200-300 рублей. Vivienne Sabo немножко схожа с Beauty Bomb, с тем, что, опять же, много продуктов для губ. Вот здесь есть и блески, и помады-бальзамы, и карандаши, и скраб для губ. Переходим к тону, и когда вы увидели спойлер этого флакончика, вы такие, о, Марина, что это такое? Расскажи. Лимитка это не лимитка? Но я думаю, что по оформлению это точно не лимитка. Но это лично мое мнение. Вдруг нет. Но ведь это так схоже вот с оформлением жидких теней артист. Вы только посмотрите. Я считаю, что появляется такая маленькая линейка. Что-то вот из одной оперы. Флакон у тона весомый. Вы только посмотрите. Это стекло. Ну, я так думаю, что да, это стекло. Кому вдруг важно, сколько здесь миллилитров? А так и не скажешь, потому что флакончик такой весомый. 28 миллилитров. На Вауберис этот тон стоит 856 рублей. В золотом яблоке 849 рублей. Если нам этот тон понравится, нужно брать будет со скидкой, чтобы было вдвойне приятнее. Оттенок у меня 0,1. Я выбирала чисто по описанию оттенка. Первый оттенок указан как молочно-бежевый. И на этикетке сразу указано, что это тональный крем с плотным покрытием. Я зашла почитать, что этот тон обещает. Это, ой, мое любимое. Это, знаете, когда просто все в придачу. Стойкий тональный крем от Vivienne Sabo с духом авантюризма. Жаркий танцы, страстные поцелуи и даже долгие неожиданные прилеты. Он выдержит любые приключения и твоя кожа станет безупречной. Создает натуральный матовый финиш без эффекта маски. Решайся на любые авантюры с надежным спутником ковер-тур от Vivienne Sabo. А, это созвучно. Авантюры, ковер-туры. Коллекция мне пришла на днях, а тон мне пришел вчера. Я вот думаю, так, я его дождусь, чтобы как раз запихнуть в этот обзор. Но первый оттенок самый светлый. Текстура пластичная, мягкая. Я думаю, что можно при желании и в тоненький слой нанести. Первый оттенок имеет теплый подтон. Вот здесь уже текстура немножко зафиксировалась, где я растушевала. Я буду наносить спонжиком. Вот этот тон еще пахнет интересно. Тем-то вкусным, какой-то конфетой. Кожа у меня подготовлена уходом. Я вчера не выдержала. Я мазнула этот тон на себя. Нанесла просто без пудры, в одиночку, чтобы посмотреть, что это такое. И у меня уже сложились некоторые рекомендации. Этот тон не потерпит. Если вы решите его нанести вот так вот локально, чуть-чуть-чуть-чуть, где-то там что-то распределили, будут видны границы. Если его наносить, то полностью, на все лицо. И еще, что я заметила, этот тон может окисляться. Вот именно на мне этот оттенок немножко проявил себя в теплую сторону. И как раз я увидела эти границы, что где-то я там пропустила какой-то участок, и там опа, я все увижу. И еще границу шеи. Да. Первый оттенок, хоть он и самый светлый, я так понимаю, в линейке, все равно вот его нужно подрастянуть шеи. И по поводу окисления, если посмотреть сейчас, оттенок вот я вот набирала, да, спонжиком, вот оттенок, он все-таки приобрел более теплые нотки персика. Не сказала бы, что вот рыжий прям оттенок стал, но все равно есть такое, что чуть-чуть оттенок изменился в теплую сторону. И если посмотреть до и после, это я еще не наносила, не наглухо, плотно, спонжиком, в небольшой слой. Вот так посмотришь, хорошо, вот есть плюсики, есть и минусы, как мы тут с вами уже разбираем. Белоснежки сейчас такие, опять мы что ли мимо? Мне понравилось все же этот тон наносить спонжем, чем кисточкой. Ощущается такое матово-сатиновое покрытие, не наглухо матовое, нет. Но вчера этот тон я прощипала и поняла, что на моей комбинированной коже все-таки этот тон нужно припудривать. Но припудривать так вот, знаете, не перегружая все-таки тон, потому что покрытие здесь, да, я соглашусь, что здесь такое от среднего до плотного, если наслоить, можно поплотнее нанести, но мне вот плотнее не хочется. Вот здесь вот у меня в тоненький слой растушевано, но вы можете все-таки обратить внимание, что да, первый оттенок имеет теплый, даже немножко рыжеватый, чуть-чуть под тон. Но на лице я надеюсь, что я смогла это все распределить. То есть, когда вы нажимаете, оттенок называется молочно-бежевый, 0,1. То есть, вот вы выдавили, начинаете распределять. Вроде неплохо. Ну да, светлый, с тепленьким подтоном, но не такой же в итоге должен быть. Ну да, по оттенку вот имейте в виду. То есть, вот мы растушевали сразу же, так посмотрели сводч, например, в магазине, а спустя время просто подарочек. Это я вам как раз про границы и говорила, что нужно растушевывать очень хорошо. Консилер я возьму от Evelyn Wonder Match в оттенке 0,05. Тон я зафиксирую пудрой от Crystal Minerals с HD эффектом. Рассыпчатая, прозрачная. А я вижу, я вижу этот тон, как он начинает проявляться, он реально рыжеет на лице. Я нанесла консилер тоже, да, с теплым подтоном, но все равно тон, вот он рыжее и выделяется. То есть, мне нужен теперь консилер какой-то с таким же персиковым ржеватым подтоном. А что у меня есть наподобие? Возьму Max Factor. Вот чуть-чуть добавлю. Я пытаюсь сейчас, да, понять все плюсы и минусы. И для некоторых будет, конечно, минусом то, что оттенок начинает капризничать на лице в плане оттенка. Он проявляется, вот эта рыжесть, она проявляется. О боже! Но тут первый оттенок, он подойдет людям, у кого вот есть уже какой-то теплый подтон, небольшой загар, у кого светлая кожа сразу нет. Какие плюсы и минусы я уже выделила по этому тону? Больше минусов, к сожалению. Минусы. Первое. Оттенок может видоизменяться. Нужно очень внимательно наносить, чтобы не было каких-то границ, пятен. Второе. Может подчеркнуть шелушение, но это как бы, знаете, гадалки не ходи. Такие матирующие тона с заявленным плотным финишем, да, естественно, могут подчеркнуть. Финиш все-таки не матовый, требуется пудра. Это для тех, кто ожидал, что вот для там жирной кожи нужен такой тон. Имейте в виду, если у вас жирная кожа, точно нужна пудра. У меня комбинированная кожа и тоже нужна пудра. Вчера я носила этот тон без пудры, ну, сколько там, 4 часа я его поносила. Блеск в Т-зоне стал у меня проявляться спустя примерно 2 часа. Но, знаете, такой блеск естественный. И этот тон с себумом как-то более-менее смотрится органично. То есть, если, например, в начале, когда вы его наносите, он может что-то подчеркнуть, то потом он как-то так сливается постепенно и нормально, когда себум проступает. Но тоже, если вы ждете до какой-то стойкости, ну, вот без пудры там полтора-два часа и все, я вижу, что есть небольшой блеск. Хотя еще не жара. Что там нам обещают? Жару, авантюры, приключения, да? Жаркие танцы. Ой, ну, если у вас комбинирована жирная кожа, я не знаю, с какими тут танцами можно справиться, можно с какими-то спокойными. Плюс в том, что дает хорошее покрытие даже в тоненький слой. То есть, да, тут есть хороший пигмент, хочу показать на камере телефона, как это выглядит. На Т-зоне нужно аккуратно наносить и в небольшой слой. То есть, не нужно там борщить, чтобы больше там подчеркнулось, как-то забилось. Вот знаете, я все-таки вижу эти разводы небольшие, рыжие от этого тона. Подождите, если вы хотите плотный тон с хорошим перекрытием, иметь свои косметички, купите на скидках либо с промокодами Estee Lauder. Вот это уже, да, проверенная тема. Вы много хвалите этот тон в комментариях, в Телеграме, что Estee Lauder, да, вовы, это проверенная тема. И спонжиком, да, хорошо этот тон наносится в небольшой слой, без перегруза. Я танцев с бубном с тоном Estee Lauder не припомню. Вот знаете, там все просто нанесли. Можно, да, зафиксировать еще прозрачной пудрой и все. Здесь что, танцуем, тут жаркие танцы у нас с вами, это точно. Возможно, я бы тебя смогла приручить, но с оттенком нет. С оттенком я такое не хочу. Вот если меня, вот Виталий, увидит с этим тоном, он скажет, что у тебя штукатурка, ну, видно, видно тон и видно небольшие разводы. Но вдруг вы скажете, Марина, что ты хотела? Там же написано плотный тон. Ну, извините, я спонжиком в тоненький слой наносила. Я все-таки верю в то, что плотные тона можно тоже нанести мягко в плане того, что не будет вот этого слоеного пирога на лице, не будет сильно видно тон. Но я всегда говорю, что мое мнение это не истинно в последней станции, что вы можете также посмотреть отзывы на этот тон, если они есть, потому что это такая вот новинка, поэтому мониторьте. Особо не торопитесь, чтобы вот бежать, скупать. Я думаю, что у вас есть тональный крем каким-нибудь, можно пока попользоваться, узнать еще какие-то отзывы, чтобы уже сложить свое мнение, потому что вот честно никогда я вам ничего не навязываю. Я могу делиться вот своим опытом, озвучивать, показывать, наглядно все, а вы уже решайте сами. Мое мнение такое, что за 800 рублей для меня минусы перекрывают плюсы. Это, знаете, я тоже хочу найти какие-то тона классные, чтобы вам порекомендовать, а то у нас с вами... Так, извините, люкс визаж, скин эволюшн. Вы уже пишите в комментариях, Марина, когда нам уже всем заплатят денег? Мы его все-таки пиарим, рекомендуем, что уже люкс визаж должен выйти на нас. Ну и также вы просите люкс. Я тут заказала люкс, да? Ой, на какую сумму пока не скажу. Ой-ё. Мои хотелки туда вошли и также ваши хотелки. Я с вами советовала с телеграме, какой-то хамелеон. То мне кажется нормально, то я вижу пятна. Это я, видимо, себя успокаиваю и пытаюсь как-то вот примириться с новым продуктом. Но, как говорится, не будем из пальца высасывать. Тут уже все. Поговорили. Интересно будет узнать ваше мнение. Возьмем румяна и в качестве румян, и в качестве бронзера. Это Influence в оттенке 01. Возможно, с другими теплыми продуктами, бронзером, румянами этот тон не будет так выделяться. Но еще, что я скажу, в защиту этого тона, что он устойчив. Да, блеск он будет постепенно проявляться, но тон более-менее держится на лице. После макияжа лица я оформлю брови. И если говорить о повседневном и быстром макияже, то в моей косметичке это консидер, румяна или бронзер, тушь для ресниц, помада для губ и гель для бровей. Зачастую я обхожусь без карандаша и других декоративных продуктов для бровей. Просто беру гель. И чтобы быстро оформить брови и уложить волоски в нужное направление, мне помогает гель для бровей от бренда Pussy. Тут все просто. С этим гелем ваши брови только лучше. С гелем Pussy можно добиться как натурального эффекта укладки с фиксацией, нанеся в один слой, так и эффекта ламинирования с суперфиксацией, нанеся гель в несколько слоев. Этот гель давно в моей косметичке. Первое знакомство было в видео. Тестирую фавориты подписчиков. Гель Pussy еще хорош тем, что не оставляет следов продукта на бровях и белого налета. И я думаю, что многие сталкиваются с тем, что любой гель для бровей со временем становится не прозрачным в тубе, а немножко молочным. Моя рекомендация, чтобы в дальнейшем щеточка из геля не собирала тон на бровях и тем самым в дальнейшем не давала вот этого молочного налета, дополнительной щеточкой убирайте излишки тона на бровях. А если вы хотите полностью эффект ламинирования, вы знаете, модно такие уложенные, прижатые брови, то лучше это сделать до тона. То есть, нести несколько слоев, прижать, а потом нанести тон. И тогда щеточка и сам гель Пусси будет всегда как новый и будет радовать вас не только функциональностью, но еще и ценой. Но, чтобы шопинг на маркетплейсе Озон стал еще приятнее, успею воспользоваться выгодным промокодом на гель для бровей от бренда Пусси. Сроки промокода ограничены, поэтому советую вовремя пополнить свою косметичку рабочим продуктом и для макияжа, и в пир, и в мир, и в космос полететь. Ссылку на продукт и промокод я оставлю в инфобоксе под видео и также в закрепленном комментарии. Всем желаю приятного и весеннего шопинга. Прежде чем мы перейдем к глазам, подождите, у нас вот есть еще хайлайтер, и я хочу подготовить губы плампером, ну и, конечно же, показать, как выглядит продукт на губах. Стоимость плампера в золотом яблоке 465 рублей, на Вауберис примерно такая же цена. В линейке 5 оттенков я взяла первый и четвертый. Любимый пуфик у Вивен Сабо. Сразу, чтобы нанести, так нанести. Это не только плампер, но еще и блески с цветом. Есть тут такой моментик. Закрой меня обратно, попробуй. И номер 4. Как раз сейчас это все в тренде. Кофейные оттенки. Вы знаете, первый номер по оттенку выглядит поплотнее, чем номер 4. Но что имеем? Получается, первый номер сначала идет и потом 4. Давайте все покажу, как выглядят на губах. Сейчас на губах у меня номер 1. Занатный холодок пошел. Продукт приятно лежит на губах, не растекается по контуру, вытекается контур. Теперь немножко еще разжигает, то есть жжет немножко, но и холодит. О, вот это да, пошла жара. То есть сначала холодило, а сейчас жжет. Тушите свечи, очень ох, ох. Давайте сейчас нанесу четвертый номер. Так, запомнили. Да, четвертый он будет такой более прозрачный вариант. Если вы ожидаете вот примерно такой оттенок на губах, нет. Четвертый будет, да, полупрозрачнее, чем первый номер, но эффект ничем не хуже. Вот это да, это увеличение. Плампер, ох, как работает. Такие вещицы. Я люблю пламперы, обожаю, чтобы губы стали попухлее, чтобы вот припухло. Но вы не думайте, что Женя будет, да, на протяжении всей носки блеска, не-не-не. У всех, конечно, болевой порог разный, и кто-то не любит вот такие жгучие пламперы, но кто любит экстрим, плампер для увеличения и объема работает. Ох, как работает. У меня даже рука немножко, смотрите, у меня рука даже немножко покраснела, потому что зажгло. Серьезно? Это не тинт, это именно кровь прилила. Судите сами, как жжет. Пока у меня тут губы увеличиваются без уколов и инъекций регистрации и смс, переходим к хайлайтеру. Хайлайтер в универсальном оттенке. Ну что ж, посмотрим, будем ли мы самоваром или кем, или чем, потому что золотистая тема, конечно, не всем подходит. Попробуем. На лето, возможно, да. У меня сегодня и тон плюс загар, и хайлайтер такой, я думаю, будет сейчас уместен. Но опять же, для светленьких такой хайлайтер будет, скорее всего, слишком золотистый, рыжеватый, выделяться будет. Спонжиком я еще притаптываю этот хайлайтер, но это по привычке у меня уже, чтобы втушевать именно вот это сияние в кожу. К золотистым хайлайтерам я спокойна, но я его сейчас втушевала и понимаю, что на лето он будет хорош. Именно давать такую холеную, загорелую кожу. В хайлайтере нету крупных частичек, помол приятный и текстура приятная. И вот такое летнее оформление, такой вайп, да, можно взять еще со скидкой. Симпатично, ну и легло красиво. Но тут уже тоже вкус цвета. Я вот тоже люблю сияющий, например, румяна, чтобы отдавала как раз в хайлайтер. Но смотрю на оттенки, чтобы вот они были немножко персиковые, розоватые, вот чтобы можно как-то смиксовать с золота, я редко наношу в качестве хайлайтера. Но кому это идет, кому нравится, то вот пожалуйста. Лампер немножко начинает остывать. Хух. Но смотрите, да, какой эффект губы стали. Они стали поярче, именно вот кровь прилила, визуально чуть-чуть попухлее. Но мы плавно переходим к палетке теней. У нас тут классическое оформление палеток, последних палеток Vivian Sabo. Это вот квадратная упаковка и круглые рефилы. Палетки девятки. Изначально я не смотрела описание оттенков, какие там финиши, сияющие, матовые. Уже по факту, когда пришла палетка, я открыла, кстати, на волоприсе все пришло целое. Где вот сияющий лимончик? Ну вот это что ли? Это сияющий лимон. Ну скорее всего для кого-то да. Но я хотела бы вот видеть в этой палетке какой-то вот нежный дуохром, как раз переливающийся из какого-то, может, мятного в желтый, что-то такого вот освежающий, цитрусовый, да. Но нет, нам тут его не дали. Но зато дали вот такой вот самовар. Единственный металлизированный золотистый оттенок в этой палетке. Все. Остальное матовое. Хочу сразу отметить, есть нюдовые посылы. Точнее, носибельные посылы. Это так-то неплохо. Всегда пригодится. Есть светло-коричневый, шоколадно-коричневый и темный оттенок. А, подождите, куда без молочного? Конечно. Давайте его сюда. И остаются четыре цветных акцента. Лимончик желтый, дальше травянистый, коралл и фиолетовый. И по оттенкам, да, тут есть нюдовая часть и также цветная. Мы уже должны с вами понять, что цветные, конечно же, будут раскрываться на белой подложке. Это я тут пытаюсь еще наслоить. Если смотреть на раскладку, то тут будет хорошо смотреться, какие комбинации. Коричневый можно сочетать с коричневым, можно сочетать как и с кораллом, так и с зеленым, с травянистым. Основной оттенок цветного берем на подвижное веко, либо во внутренний уголок на белую подложку, а остальное, например, уносим, заносим в нюдовую часть, в затемнение. Будет очень хорошо смотреться. И это будет стильно смотреться, чем намешивать все оттенки сразу. Но мы, конечно, импровизируем. Давайте пробовать. Тут уже как пойдет. В качестве подложки мне понадобится белый карандаш. Возьму от Seven Days, автоматически гелевый. Наношу во внутренний уголок и на подвижное веко. Границы я подтушевываю. Пойдем от лимончика, от внутреннего уголка. Качество этих теней это примерно то же самое, что и в последних палетках Vivienne Savo. Далее я беру травянистый и продлеваю к подвижному веку. Что-то как-то давайте пальцем. Ну да, так будет поинтереснее. Летний вайп немножко проступает. Давайте посмотрим, как раскроется без подложки сиреневый. Нанесем его на нижнее веко. Понятно, что что-то есть, но все равно на белой подложке будет эффектнее. Это знаете, мы пошли другой дорогой. Можно сначала оформить веко, то есть границы все заполнить, а потом уже внутренность. А мы пошли от внутренности, а сейчас мы будем коричневым оформлять тушевку. Давайте пойдем от светлого оттенка, от светло-коричневого. И теперь всю цветную тушевку я оформляю. Вроде бы светлый, да, а все равно что-то изменилось. Вот до и вот после. Сейчас беру коричневый потемнее и углубляю внешний уголок. Также от внутреннего уголка тушую в неподвижное веко. Ну что ж, мы лепили из того, что было. И знаете, в центр не хватает какой-то полупрозрачной салатовой сияшки либо желтой, чтобы какие-то переливы были перекликающиеся. но не вот это же вот сюда. Упростит еще макияж, а хочется как-то украсить. Не усложнять, но украсить. А если от Шик взять Миру, как она сюда впишется, или от Энси Лира, хамелеон, которая идет однушка. Кто-то близко, но слабовато. Но кому как, конечно. Пока не попробую, не узнаю. Беру от Шик Миру. Извините, тут импровизация пошла. Как-то надо обыграть макияж. Наношу на все подвижное веко. Сразу так подвижное веко увеличилось. Вот примерно такой, хотя бы одной однушки сияющей не хватает в палетке Лимон Цитрон. Ну, как-то скучно. Вот этой палетке нужны какие-то сияющие друзья. Так она скучна. Чисто ради матовых, но тоже нужна белая подложка. Ладно, если бы тысячу стоила, я бы сказала, ой, блин. Вот знаете, ничего такого, вау, но за 600 рублей, если кому нужны такие оттенки, то да, пожалуйста. Мы такие уже, знаете, с вами избалованные. И я такая со своей коллекцией палеток. Ты фейс-контроль не проходишь, извините. Но это, знаете, тоже тени Vivienne Sabo, они такие. То есть, за свою стоимость они могут отрабатывать, если приложить какие-то дополнительные продукты. Если у нас сегодня Vivienne Sabo, вернемся к туши, которую я ранее обозревала. Вернемся, да, к экстазу. Я сейчас вспоминаю палетки Vivienne Sabo. Красивые сияшки были, сейчас скажу, в лимитированной коллекции цирковой. Там можно было разыграться. А даже маленькие их палетки, вот я обозревала, ирис, такие миниатюрки. Вот удачно, нормально. Все работает за свою стоимость и за наполнение, да. А вот эти девятки, я поняла, что вот к этим девяткам я как-то вот не цепляю от меня, что ли. Стоимость палетки в золотом яблоке 699 рублей. А у Вауберис подороже 757 рублей. Переходим мы к следующим продуктам для губ. И следующая позиция это все из лимитки. Первый, давайте сначала посмотрим карандаши для губ. Тут ходовые и нюдовые оттенки. Первый и второй номер. Вот карандаши, сразу хочу сказать, зачет. Они мягкие, удобные, карандаши в дереве. Можно использовать в качестве контура и также в качестве помады, на все губы нанести. Цена за карандаш в золотом яблоке 249 рублей. Давайте нанесу первый оттенок. Карандаши мягкие, вот очень комфортные. И с этим карандашом я хочу помиксовать блеск. Это что-то масло, блеск. В золотом яблоке этого продукта не нашла. Это блеск в линейке два полупрозрачных оттенка с мелкими мерцающими частичками. Есть с золотыми частичками и есть с розовыми. И я выбрала с розовыми. То есть вот там они микро-микро отливы вот видны. Как раз вот розоватые. Ой, там еще лимончики. Коктейль. Ну так. Сначала химозно запахло, потом я расчувствовала вот эту небольшую нотку лимона. Ой, ну частички здесь, конечно, абсолютно и не видны. Посмотрим, как это на губах. Ну запах, если принюхиваться, окей, ладно, не бьет в нос. Это блеск с маслянистой текстурой. Приятно обволакивает губы. Это, знаете, такая простая история. Блеск-масло. Неплохо обволакивает губы. Можно сочетать с карандашом. Подойдет для сухих губ. И также, кто любит эффект вот этих вот сочных губ, это, знаете, как макияж без макияжа. Без цвета. То есть блеск без цвета. И частички здесь не видны. Я имею в виду проблестки. Давайте наносить следующая комба. Но сначала покажу сфотчей. Это помада бальзам. Представлена в двух оттенках. Это трендовая модная тема, знаете, тающие бальзамы помады. Механизм здесь выкручивания. Но обратно помаду уже не закрутить. Имейте в виду. Первый номер и второй. Кстати, можно посочетать с карандашами. Также вот первый номер, второй номер карандаша. И помады бальзамы, первый номер и второй номер. Вот эти бальзамы и помады очень вкусно пахнут лимончиком. Вот это самый, я считаю, мой любимый продукт из этой линейки. Ну, плюс еще карандаши хочу отметить. Вот карандаши для губ. И мы подошли к финишу. И прямой, да, что брать. Но тут, конечно, вкусовщина, но мне очень понравились карандаши для губ. И вот эти... Ой, простите, замечталась. И вот эти помады-бальзамы. Сейчас вам покажу, как смотрится сначала без карандаша. Покажу оттенок первый. Но сразу скажу, что мой фаворит номер два, потому что первый оттенок на мне, но светловат, бледноват. То есть, хочется как-то выделить губы понасыщеннее, посочнее. Но кому нравится такая нежная тематика, то есть, вот первый номер. Если не перебарщивать, то особо там не закатывается в складке, бывают светлые оттенки помад, подчеркиваю там текстуру, закатывается. Примерили первый оттенок, переходим ко второму. А давайте, чтобы было так же нагляднее, нанесу без карандаша. Контур я тут не рисовала, это чисто помада-бальзам на губах, номер два. В золотом яблоке эти бальзамы-помады еще не появились, но есть на Вауберис. Цена 533 рубля. Кстати, здесь указано, что есть охлаждающий плампинг-эффект. Возможно, это и ощущается в течение пяти минут, но минимально, ну супер минимально. Это не сравнить с эффектом плампинга. Нет. Для меня это эффектом плампинга и не назвать, как вот здесь указано. Но чуть-чуть, вот немножко охлаждающий эффект в течение пяти минут, да, ощущается. Спойлеры этой тающей помады я уже поделилась в своем телеграм-канале. И вы меня спросили, Марина, а вот что лучше? Инфлюенс бьюти, которая тоже имеет похожий эффект, вот эта вот помада. Или же Vivienne Sabo. Знаете, тут у каждого найдутся свои фанаты, но лично, по моему ощущению, Инфлюенс бьюти более ощутимо утекает за контур. Вот это мой личный опыт в тестировании. Тут нужно не перебарщивать, если вы хотите эффект вот этого небольшого глянца, небольшого цвета на губах. У Vivienne Sabo такого чувства нет, что сейчас убежит за контур. И я так понимаю, что Инфлюенс бьюти это постоянная линейка, а вот Vivienne Sabo это лимитка. Рекомендую эту помаду Бальзам. Лично мой фаворит номер 2. Какой сок, какие губы. Макияж наш летний, весенний уже готов. И если подытожить, что же мне понравилось. А давайте сразу плавно к продуктам для губ. Повторюсь, помады, бальзамы, карандаши для губ. Да, стоят своего внимания. Обратите, если брать со скидкой вообще подарок. Ну и такой летний вайп вам точно поднимет настроение в вашей косметичке. Пламперы Volume Extra Плампинг. В линейке есть еще ягодные оттенки. Я читаю ваши комментарии, всегда читаю в телеграме. И вот вы пишите, что Марина, опять кофейные оттенки, да сколько можно. Хочется ягодного, например, обратите внимание, но тоже, если вы любите плампинги, что есть там ягодные оттенки. Плампинги... Зачет. Плампинг работает. Ох, на все 10 из 10, что может быть, наверное, по эффекту плампинга. Хайлайтер золотистый на лето красиво. Насчет тона не моя история, к сожалению, не моя. Шака-шака, шик-шак-шок, и то лучше на меня смотрится, но кому-то может подойти. Я сказала свои комментарии, нюансы по оттенку, по нанесению. Покажу наглядней на телефоне, как смотрится тон. Вот на лбу мне не нравится в итоге и в Т-зоне все-таки... Все-то макияж глаз красивый, но тут, конечно, сияшка от шик все вывезла. А губы-то вот так посмотрите, какие губы. Издалека тон, возможно, смотрится органично, гармонично, но если смотреть близко... И еще, если вы не уверены в оттенках, то подождите этот тон на полочках, чтобы протестировать, чтобы не прогадать. Давно я с такими дружочками не сталкивалась, которые могут поменять свое мнение. Я сегодня молочно-бежевый, а нет, я нет, я буду апельсин. И, друзья, я очень надеюсь, что этот выпуск был для вас не только развлекательным, но и полезным. И вы выбрали для себя продукты из этого обзора. Пишите в комментариях, что приглянулось, а что нет. Кассияшка, мира, еще и на подложке, ну как красиво. Вот представляете, да, что один спаркл, любая однушка, например, сияшек, может переплюнуть палетку. Ну а мы, конечно же, по традиции, на такой красивой и позитивной ноте будем закругляться. Друзья, от души вас благодарю, что это время вы провели со мной. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех люблю, ценю. И обнимаю. И всем пока-пока.